Буквально недавно мы провели прием жителей онлайн и одним из вопросов была нехватка масок. Сейчас мы с моим помощником Павлом Кабановым приехали на адрес улицы Речная, дом 4, чтобы передать дому, старший дом, Любовь Анатольевна, маски в количестве 150 штук. Это наши запасы, поэтому на будущее, жители, если у вас есть вопросы именно связанные с масками, обращайтесь, мы чем сможем, тем поможем. На 4 часа 4 приехали маски отдавать, а наткнулись. Значит, к работе дезинфекции относиться очень-очень серьезно. Даже уборщицу может так не убирать, как ваша работа. А как они убрали? Я вас умоляю, сейчас, Илья, терпись. Это ужас! В 45 минут они подъехали, в 47 они вышли. Они налились столько, что это безобразие. Понятно? Сейчас прям чересенько на стул пойдет бумага. Все, вы свободны. Значит, будем выживать. Свободны. Да, 150 штук, через неделю еще, ну мы, наверное, на другой адрес. Я единственное что, конечно, хотя бы это количество, мы очень благодарны вам, потому что я вам говорила, у меня есть жители, которые работают, молодежь, которые зарплату не получают. На что они купят маски? Вы же понимаете? И вот я только хлопотала для них, потому что мои пенсионеры находятся дома. Понимаете? Это только у меня вот для наших дружеников, которые трудятся. Поэтому было бы такой небольшой вопрос. Мы приехали жителям отдавать маски и наткнулись как раз на тот момент, когда управляющая компания приезжает. Недобросовестно выполняет свою работу. Жители засекли ровно две минуты. За две минуты прошли, получается, с пятого по первый этаж дезинфекции. Ну вот, а это да, компания ДЭС. Значит, будем влиять на ситуацию. Продолжение следует...